Российская пресса сегодня выдала нечто такое, чего не доводилось видеть еще ни разу. Возможно, это связано с тем, что именно этот аспект мы раньше специально не отслеживали, но в любом случае выглядит это несколько странно, ведь обычно пресса подробно рассказывает о каких-то заседаниях, проведенных Путиным, а потом в виде шлейфа целый ряд арьергардных статей, типа «Путин сказал, Путин потребовал, Путин поручил» и так далее. Чуть меньше шуму по поводу речей и мероприятий, где Путин не присутствовал, но в зависимости от актуальности темы, которая была затронута в ходе события, тоже могли быть примерно такие же эпопеи, пусть и не столь тяжеловесные и яркие. Но вот чтобы в подобном стиле выдавалось какое-то событие с участием иностранного лидера, такого точно не было. И вот российская пресса накинулась разбирать по цитатам речь Трампа, которую он толкнул в рамках партийного съезда, на котором республиканская партия выдвинула его на второй срок. В общем, на это можно было бы не обращать внимания, если бы не одна маленькая деталь, которая щелкает громким триггером, по крайней мере для меня. В одной из статей было написано следующее. Выступление Трампа длилось приблизительно 70 минут и завершилось ближе к полуночи. Это была одна из самых продолжительных в американской истории речей кандидатов президента США на общенациональном предвыборном съезде его партии. Все остальное может восприниматься по-разному, и там все дело будет в контекстах, которые применены к данной информации. Но тут все очень показательно. На самом деле, эта подробность не несет никакой смысловой нагрузки в принципе, и писать об этом нет никакого смысла, если бы не одно «но». Молодежь на это просто не обратит внимания, а публика старшего пионерского возраста должно помнить эпоху позднего Брежнева, когда он вошел в стадию «сиськи-матиськи», это он так выговаривал слово систематически, как вместо «многотысячный» у него получалось «многосисечный» из-за проблем с челюстью. Так вот, Леонида Ильича держали в строю до последнего момента, когда он уже был глубоко болен и почти разваливался. Он тогда крепко сидел на препаратах и выглядел как зомби из фильма ужасов. Его не могли убрать, потому что на нем замыкался баланс власти и новый человек его неизбежно нарушил бы. Так что Брежнев был обречен играть роль просто до последнего момента. Но на публику транслировалась информация о том, что генсек, хоть и стар, а все политбюро было откровенно старческим, но вполне работоспособен. Чтобы выдать что-то в противовес картинки, которую люди видели по ТВ, совковая пресса акцентировала внимание на длительности речи Брежнева. Тут был такой подтекст, что Леня еще может толкать пространные тексты. Тогда это выглядело жалко, поскольку он с трудом читал тексты, которых уже явно не понимал. Но длительность этих речей действительно была впечатляющей. И тут спорить было не о чем. Старик еще держался. Вот так, этот важный тогда и бестолковый потом элемент описания речей пошел кочевать по совковой и постсовковой прессе. Ведь клише очень сложно сломать. А тем более, когда российская пресса почти полностью пересела на совковые методички. Теперь, когда у российской прессы возникает заказ на подробное описание речи кого-то, в основном Путина, то достается методика описания этого же совковых времен или у них есть какая-то обновленная методичка, в основном переписанная со старых текстов и вперед. В результате все получается как в анекдоте про поручика Ржевского, который рассказывал молодому коллеге о том, как надо добиваться благосклонности дам, строя разговор по стадиям, о погоде, о музыке и только потом о предмете. Как известно, коллега построил разговор именно в этом ключе. Мадемуазель, какая прекрасная погода. У меня есть барабан. А не против ли вы со мной пройти в бадуар. Так и здесь. Описательная часть очень похожа на то, когда это делается по общей методичке. И вот длительность речи на это указала. Но самое интересное из этого описания состоит в другом. Некоторые блоки из речи Трампа, которые приводит российская пресса, наталкивают на мысль о том, что их писали или в Москве, или в Вашингтон, рекомендировали специалистов по боевой пропаганде. Речь Трампа разбирают на цитаты, но одной из самых показательных является та, что нам всем, да и россиянам, тоже понятно и знакомо до зубной боли, а в Штатах на это могли не обратить внимание вовсе. И выглядит это так. Несмотря на наше величие как страны, все достигнутое нами сейчас в опасности. О том, что выборы важны для США, он мог бы не говорить, поскольку каждые выборы безусловно важны как отдельный факт и как очередное утверждение неотъемлемого демократического принципа и право избирать и быть избранным. Ведь в Китае оно ликвидировано де юре, а в РФ – де факто, кстати, как и в Беларуси. Но вот величие – это уже точно из набора путинской пропаганды. Развивая тему, приведена следующая цитата. С момента, когда я ставил позади свою прежнюю жизнь, а это была хорошая жизнь, я только и делал, что бился за вас. Я совершил то, чего наш политический истеблишмент никогда не ждал и никогда не сможет простить. Вот так, без лишней скромности, Трамп заявил о том, что у него феноменальные достижения, и он сдержал свои обещания. Но тогда возникает чисто логический вопрос о том, куда тогда отнести 184834 трупа от коронавируса, который штаты с их гигантской экономикой, ведущей наукой, самой мощной медициной и прочим, обязана была, если не свести к нулю, то к самым минимальным показателям среди развитых стран. А ведь это не только самый большой показатель смертности среди всех стран, но и немалый относительный. Так, за всю Вторую мировую войну с 1941 по 1945 годы с ее Ивадзимамами, Сайпанами, Гуадалканалами и Омаха-Бич, американцы потеряли погибшими, по разным данным, 405-407 тысяч военнослужащих. Во Вьетнамской войне, длившейся около 10 лет, штаты потеряли 58 220 человек. То есть только за полгода неумелых действий правительства США страна потеряла втрое больше, чем во Вьетнаме и в два раза меньше, чем во всей Второй мировой войне. И вот куда это отнести? К выполненным обещаниям или к бонусу, подарку, не предусмотренному обещаниями. Но Трамп сыплет и новыми обещаниями, которые очень похожи на то, что рассказывали коммунисты или товарищ Гитлер. Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту или же мы позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу. Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его уничтожить. Вместе мы положили конец несостоятельному политическому классу, и он отчаянно старается вернуться к власти любыми необходимыми средствами. Вы это видели? Они на меня злы, так как я, вместо того, чтобы поставить их интересы на первое место, просто сказал, что на первом месте находится Америка. Вот оно что! Ему Америка важнее всего. Именно поэтому он закрыл все данные о связи с Москвой, свои финансы и прочее. А сверх того, запретил всем сотрудникам Белого дома давать показания в судах и Конгрессе. Странно, что в конце речи он не толкнул что-то в стиле «Одна нация, один рейх, один фюрер». У Путина это перефразировали и сделали лозунгом перед референдумом. И вот еще что интересно. Как-то не могу припомнить прецедента, чтобы кандидат в президенты США по поводу своих политических оппонентов высказывался таким образом. Это как же он хочет положить конец несостоятельному политическому классу. Кому именно? Ведь несостоятельным политическим классом выглядят сейчас республиканцы и лично он Дональд Трамп, который очевидно управляет страной некомпетентно, непоследовательно и уж точно ненадлежащим образом. Ведь качество и адекватность управления страной всегда проявляется в критической ситуации. И вот Штаты сейчас находятся именно в такой обстановке. И Трамп явно продемонстрировал свою никчемность как лидер государства и, что хуже всего, он показал себя деятелем, склонным к публичным актам истерики. А в таком случае речь уже не стоит о том, насколько левым является его оппонент. На самом деле он не самый левый из демократов, но и сам Трамп давно перестал быть правым, поскольку слил в унитаз консервативные принципы. Трамп уже шокировал публику сообщениями типа того, что он лично общается с Богом и в общем убедил того в необходимости переизбрания. Он также прямо заявил о том, что Байден против Бога, а значит и против него. И что они с Богом осуждают Байдена за это. Но и на данном мероприятии не обошлось без подобной истерики. Вот один из ее образчиков. Джо Байден не является спасителем души Америки. Он является разрушителем американских рабочих мест. И если дать ему шанс, то он станет разрушителем величия Америки. Тут смешались и кони, и люди. Величие и Америка страдают от Байдена, и он планирует избавить Америку от страданий. Удивительно, что в этот раз он обошелся без Бога. Возможно, ему кто-то все же подсказал, что его дебаты с Богом – это клиническая психиатрия, и он ограничился только величием и Америкой. В любом случае, московские специалисты либо консультировали коллег по поводу этой речи, либо передали им свою козу. Будь это иначе, такого шквала статей с цитатами президента страны, с которой формальная РФ противостоит, можно было бы считать это за информационную диверсию. Но ничего подобного. Все хорошо. И что самое интересное, разнарядку на подобные статьи получили не только чисто пропагандистские рупоры, но и различные издания, чей профиль далек от пропаганды и даже от политики. В общем, Дональд Джонович точно вернулся из России с любовью. Только вот с какой? Вопрос. А ответ на него появится только в том случае, если его не переизберут на второй срок. Если же его таки переизберут, то это останется чем-то вроде «la secret de poli Chanel». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok